Доброе утро, уважаемые телезрители! Вас приветствует и наульская студия телевидения. Сегодня среда, 27 апреля. В нашей сегодняшней программе вы услышите информацию о субботнике, который прошел 23 апреля. Новости на сельскохозяйственные темы. Узнайте о благотворительной акции, организованной местной администрацией в честь воинов-пограничников. Мы расскажем вам также о уникальной операции, которая была проведена в Янаульской центральной больнице. Узнайте также о оперативной обстановке в городе. Как вы уже знаете, уважаемые телезрители, по всей республике, в том числе и в нашем районе, 23 апреля прошел субботник, который стал своего рода продолжением декадника по санитарной очистке города. Надо сказать, что почти все предприятия и организации города поработали в этот день успешно. Особо же хочется отметить коллективы Янаульской центральной больницы, ремонтно-технического предприятия, НГДУ, элеватора, школ города, коллектив местной администрации, автовокзала и многих-многих других. Но хочется сказать, что жители некоторых многоэтажных домов все еще не убрались возле домов, полисадниках и детских игровых площадках. В то же время отрадно, что многие жители пятиэтажек провели малые субботники из жилых домов уже в пятницу. Хочется добавить к сказанному, что субботник завершился, но декадник по санитарной очистке города будет продолжен до 1 мая. Конечно, город и села нашего района стали намного чище и красивее. Согласитесь, уважаемые телезрители, что санитарное состояние города, его чистота и порядок зависит только от нас, его жителей. Давайте же активно поработаем до окончания декадника и будем поддерживать его в течение всего года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Знаете, приятно видеть, что при въезде в город убирают вот эту часть дороги до Янаула. Откуда вы? Мы из колхоза Победа. Я бригадир в деревне Шудек. Мы занимаемся этим не первый год. Всегда убираем эту дорогу. И наши трактора уже в поле работают. И приятно нам так... Ну, как говорится, говорить обо всем. С каким настроением работаете? Очень даже с отличным настроением. Сейчас мы уберем эту дорогу до Янаула и потом еще нефтеканскую дорогу уберем еще. Ну, у нас настроение хорошее. Приятно, что... Да, у нас... Чистый такой. Да, чистый. Все теплее пригревает солнце, все ближе начало посевной кампании. Многие хозяйства уже приступили к барнованию и подкормке многолетних трав. В колхозах имени Максима Горького, Победа, Ленин-Юлы, Комунар, имени Калинина, Буйском совхозе проделано немало работ по барнованию и подкормке многолетних трав. Уточним, что следующая информация была получена нами утром 25 апреля. В колхозе имени Максима Горького подкормка многолетних трав произведена на площади 100 гектаров, барнование на площади 200 гектаров, Победа, соответственно, 180 и 360. Ленин-Юлы, барнование на площади 80 гектаров, подкормка многолетних трав на площади 120 гектаров. Комунар на площади 100 гектаров барнования и подкормка на площади 150 гектаров. Буйский совхоз 145 гектаров на подкормке и 155 гектаров на барновании. Калинина 180 гектаров на подкормке и барновании нет ни одного гектара. К закрытию влаги приступили колхозы Ленин-Юлы 60 гектаров, Правда 70 гектаров, Калинина 120, Большевик 30, Буйский совхоз 138 гектаров. Калинина 128 гектаров на nivezet 60 гектар. Весна напряженное время года для аграрьев. Но надо сказать, что ведь в Агроснабе работа эта напряженная длится весь год, не так ли? Правильно. Мы же работаем для колхозов, для совхозов, в общем, для сельского хозяйства. А чтобы, допустим, в полном объеме обеспечить сельское хозяйство теми запасными частями, техникой, спецодеждой, строительным материалом, нужно круглый год работать. И не только круглый год, даже опережающими темпами. Если, допустим, в сельском хозяйстве строительная работа начинается с наступления весны, то есть где-то с мая месяца, с июня месяца в основном, а мы уже до этого должны завести тот необходимый материал, который, допустим, заказывает предприятие или там хозяйство района. В то же время, если колхозы и совхозы начинают пассивные или весенние полевые работы в мае месяце, в конце апреля, то мы уже должны завести материал, необходимые запасные части уже в июне месяце, то есть в январе месяце, а то и даже раньше. Также, знаешь, подготовка к уборке, ведь в колхозе нет сезонных работ, круглый год она идет работой, и поэтому мы должны работать именно для удовлетворения нужд сельчан, завоз тех же запасных частей, техники необходимые, по тем заявкам, которые, знаешь, заранее дают нам колхозы, совхозы, то есть инженерная служба. Дальше, изучение, значит, спроса, перечни техники, разновидности, ежегодный, иной раз даже технология меняется, земледелие, допустим, и уборочных работ, в зависимости даже от погодных условий, поэтому приходится и нам подстраиваться под эту работу. Да, конечно, в основном Ваши потребители колхозы и совхозы района. Вот многие предприятия, организации сейчас жалуются на неплатежеспособность хозяйств. Вот вообще, в чем заключается в этом плане Ваша проблема? Ну, те проблемы, которые присущи другим предприятиям, также и нам присущи. На сегодняшний день колхозы, совхозы района нам должны более 250 миллионов рублей. Есть, конечно, долги колхозов, которые еще идут с марта месяца прошлого года, то есть уже больше года. А Вы сами знаете, что такое был товар стоимостью миллиона рублей в марте 1993 года, сегодня он уже стоит 10 миллионов рублей. Поэтому, тем не менее, мы пытаемся находить выход из этого положения. Пока колхозам, совхозам отпускаем без предоплата. Почему? Потому что, если мы сегодня их не обеспечим, именно когда уже наступит тот момент, когда нужно выходить в поле, уже заниматься ремонтом некогда будет. Ну, здесь, конечно, положительную роль играет как-то позитивное отношение к нам местного отделения, Янаульского отделения, Агропромбанка Башкирии, Лишнуруссанна Мансуровой. Теперь занимаемся, значит, обменом материальной ценности товара, запасной части с другими агростановыми не только, значит, Башкирии, но и Свердловской области, Пермской области, Удмуртии, Татарии. Бывает, что, допустим, поступает к нам один вид деталей, там запасной части в большом количестве, у нас излишки, мы обмениваем с другими агростами на те товары, значит, которые сегодня необходимы. Есть, конечно, затруднения в финансовом отношении, именно подкреплению. Почему? Потому что те же централизованные кредиты, которые даются и колхозам, и совхозам в нашей системе, они даются с опозданием, с большим опозданием. Для подготовки к весенне-полевым работам эти кредиты мы должны были уже получить где-то в декабре, январе месяце, а они до сих пор еще не получены. Вот сегодня, завтра, только пока вопрос решается, и то частично. Вот буквально вчера пришла телеграмма, целевым назначением для Агроснабы выделяется 128 миллионов рублей кредитов. Но если сегодня долги колхозов составляют больше 250 миллионов, значит, наши потребности всего наполовину покрывают. Но, тем не менее, мы за везде необходимый материал для подготовки весенне-полевым работам. Обеспечено, значит, запасными частями для пошлообработки весенней, значит, аккумуляторы, спецодежда, авторезина, запасные части для подготовки машин, техники, автотракторной техники, техосмотру. Все это хозяйство раздали хозяйством, и они уже более-менее подготовлены в этом вопросе. Агроснаб – одно из крупнейших предприятий в районе, призванных обеспечить необходимыми запасными частями и техникой предприятия агропромышленного комплекса. Коллектив предприятия работает в тесном контакте с Управлением сельского хозяйства и продовольствия местной администрации. Годовая прибыль за 1993 год составила 66 миллионов рублей. Общий товароборот же составил 931 миллионов рублей, рентабельность – 23%. Активно занимаются предприятия и строительство. Только в прошлом году на строительство было затрачено 156 миллионов рублей. Совсем скоро будет сдано в эксплуатацию новые здания административного корпуса на 18 рабочих мест, в котором предполагается также размещение фирменного магазина. Полностью заасфальтирована территория базы и складских помещений. Хозяйственным способом возвели теплый гараж на 12 единиц техники и мастерской. Произвели капитальный ремонт подкрановых и железнодорожных путей, текущий ремонт административного здания. Сдали в эксплуатацию два двухквартирных жилых дома. Помимо этого, закуплено оборудование на 16 миллионов рублей. Погрузчик-бульдозер на базе 150. Две легковые автомашины. Постоянные и надежные партнеры Агроснаба Волгоградский тракторный завод, завод Ростсельмаш, Ульяновский автозавод, Новосибирский завод «Инструмент», Пермский завод, Агрореммаш, Вязниковский электроламповый завод и многие-многие другие. Существенно сбивает чёткую налаженную работу предприятия неплатёжеспособность хозяйств. Задолженность клиентов перевалила за 300 миллионов рублей. Понимая сложность финансового положения колхозов и совхозов, приходится предприятию идти и на некоторые уступки. Ведь посевную компанию или же уборку не отложить. Поэтому предприятие, понимая нужды сельчан, завозит самые необходимые запчасти. В достаточном количестве есть и культиваторные лампы, есть и сами культиваторы, авторезина, всё необходимое для ремонта двигателей. В основном же весь товар отпускается без предоплаты. Только добрые слова можно сказать и о коллективе предприятия, такие как Галеудинов Владимир, Бодреддинов Разив, Шакиров Занель, Шехудинова Аниса, Валеев Бахья, Халиков Занзалья, трудятся на совесть. Несмотря на современные трудности, рабочие агроснабы оптимизма не теряют и трудятся, действительно стараясь. Многое сделано, но предстоит, конечно, ещё больше. Здесь, сами знаете, раньше было болото, постоянно вода стояла, домашняя птица постоянно плавала от этих близлежащих домов. Ну, завезли полностью, грунт завалили, щебень завезли. Осенью уже прошлого года заасфальтировали полностью территорию. В июне месяце начали строительство нового здания конторы, двухэтажного здания. Переоборудовали старый склад под тёплый гараж с мастерским для слесарей и трактористов. Внутри складов полностью заасфальтировали, занимались благоустройством. Ну, конечно, работа ещё больше подстоит. Да, действительно, сделано много. Но что в Ваших планах на будущее? Ну, на будущее, во-первых, вот этот же асфальт, на котором мы сейчас стоим, буквально через неделю займемся полностью капитальной уборкой. Здесь, если дорожным термином выразиться, битумную затравку сделаем. И осыпка, значит, крошкой для укрепления вот этого асфальта. Ожидается строительство двух брусковых домов. Одна квартира, значит, будет построена в долевых участиях для решения вот жилищной проблемы среди работников, так как у нас сегодня всё-таки есть очередь на квартиры, восемь человек, как на получение нового жилья, так и на расширение. Благоустройство территории предстоит очень большое озеленение. Сами видите, наверное, прошлись вот всё-таки, пока зелени не видно на территории. Ремонтных работ очень много предстоит ещё. Огораживание территории, продолжение асфальтирования. Работ, конечно, предстоит очень много. Какова криминогенная обстановка в городе сейчас? Если сказать коротко, можно, наверное, сказать так. Значит, по итогам трёх месяцев текущего года у нас роста общей преступности не произошло. Значит, наоборот, на один факт меньше. Значит, всего 98% совершено по итогам первого квартала. Усиленно муссируются слухами, что приехали различные группировки. Так ли это? Да, такой разговор я тоже услышал. Услышал. Но каких-либо доказательств этому у нас нет. У нас нет. Единственное, чем это, наверное, связано, это тем, что в больницу поступил ранее неоднократный судимый, Трофимов такой, с тяжкими телесными повреждениями. Однако Трофимов какие-либо показания не даёт, не даёт. Поэтому, наверное, и пошёл слух, что это дело разборки между двух группировок, и наульских, и наульских. Так что город может жить спокойно? Я думаю, что, несмотря на то, что обстановка не из лёгких, слишком уж драматизировать ситуацию в городе, нет оснований. Нет оснований. А что делается сейчас отделом внутренней еда для того, чтобы город вообще жил спокойно? Я, как начальник милиции общественной безопасности, в первую очередь, обеспокоен тем, что наши граждане, население нашего города и района ещё не защищено от противоправных поискогательств. Недостаточно защищена их честь, имущество и так далее. Это... Такие упущения в нашей работе были, наверное, потому что у нас не хватало к этому времени сотрудников по охране общественного порядка, в частности, сотрудников патрульно-постовой службы милиции. В настоящее время, в феврале месяце, нам дали штат в количестве 23 единиц для работы патрульно-постовой службы милиции. Из них мы сейчас около 15-17 укомплектовали новыми товарищами, которые ещё не прошли ни первоначальную подготовку. Исходит конечный результат. Люди, конечно, идут, но, опять же, опять же, этот вал пошёл только из-за того, что в последнее время пошла всеобщая безработица. Люди не могут, молодые люди не могут трудоустроиться, поэтому, наверное, и некоторые идут лишь бы трудоустроиться. А каков их моральный качество став – это покажет время. Это зависит также от нас, как мы их примем в свои ряды, как будем обучать и работать с ними совместно. История Мухаммад Субтитры создавал DimaTorzok Недавно для всех мусульман города и района состоялось знаменательное и радостное событие. Благотворительная акция состоялась 21 апреля в районном Доме культуры. Инициатором проведения этого благотворительного мусульманского мероприятия в фонд строительства городской мечети выступил отдел культуры местной администрации. Из исламского медресе города Агидели приехали шакирды и хазреты. Зрители смогли насладиться их мелодичным чтением намазов, религиозных песен. Узнали, что шакирды Агидельского медресе приехали из разных областей и регионов бывшего союза. К примеру, Нариман Шакирд и Марат Шакирд приехали из Тюмени, Махмуд Шакирд из Казани, Расул Шакирд из Уфы, есть шакирды из Гафурийского района, из Буздяка, Бураева. Очень жаль, что среди студентов нет и на улице. Очень образованный и сильный педагогический коллектив медресе. Достаточно сказать, что Билал Хазрет и Гумер Байрам Хазрет приехали обучить студентов из Турции. На вечер магазином Нур была организована продажа мусульманских книг, тюбитеек, календарей. На благотворительном вечере от имени администрации города и района выступила заместитель главы администрации Розина Тимархановна Габдулхакова. Розина Тимархановна Габдулхакова 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 Розина Тимарханова Розина Тимархановна Габдулхакова 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 Продолжение следует...